приветствую ну что сегодня среда то есть невзоровская среда и сегодняшняя среда со стасом белковским безусловно великолепным собеседником сложным собеседником потому что у него есть масса своих представлений об этом мире прекрасном но вот я думаю что в вопросе постановки оперета стас как ни странно слаб дело в том что сейчас очень сложно предложить новую трактовку классических оперет я подозреваю что это может получиться сейчас только у путина и как ты знаешь идет напряженнейшая репетиция новой версии опереты легара веселая вдова сюжет встреча с путина с потенциальными и уже состоявшимися вдовами русско-украинской войны разумеется большая часть вдов это сотрудники фсо которые прошли операцию хирургическую и мама пластика и глюкопластик то есть увеличение грудей и увеличение ягодиц и они уже привычены к парикам но все-таки вероятно в представлении будут участвовать и реальные вдовы как ты знаешь которых сейчас срочно они разучивают свои реплики вопросы они тренируются в исполнении величайшего понимания и благодарности ну а тех кто еще не овдовил только готовится к этой почтенной ныне в россии роли тоже решено привлечь но преимущественно в массовку и дату премьеры опереты с участием путина опереты веселая вдова должен объявить в ближайшее время песков вот это все понятно у меня к тебе стас друг мой вопрос путин не первый раз участвует в такого рода смехотворных и в общем конечно позорных мероприятиях потому что подноготная и искусственность сделанность декоративность этих мероприятий понятно вот сам он как ты считаешь он понимает в какую ложь он ввязывается и в каком дешевом представлении участвует или не понимает ну во первых александр глебович хочу заметить для всех для всей нашей аудитории что наш диалог с некоторых пор является примером и прецедентом российско-украинской программы поскольку александр глебович украинец а я русский и самим фактом присутствия в одном эфире мы доказываем что противоречия между русскими и украинским народом долгие и жестокие но не бесконечны они могут быть диалектически сняты в ходе истории и к тому же хочу заметить что я много работал с украинскими медиапартнерами ведущими но впервые встречаю украинского украинскую медиа звезду с таким высоким качеством русского литературного языка как у александр глебович о чем нельзя не сказать и поскольку на александр глебович не любит русскую литературу она его раздражает я предлагаю прийти миновать русский литературный язык русским научным языком это будет более гармонично ну мы с тобой на эту тему еще поговорим стас я действительно я ведь задаю вопрос не просто так я понимаю что да и мне сейчас что можешь ответить ты мне можешь сказать что сейчас у путина новый титул что россия признана государством террористом и что путин как правитель страны имеет право на то чтобы называться главным террористом мира и он осваивается в этом статусе что ему как бы не до того но ты мне объясни с твоей точки зрения путин который в очередной раз взят судьбой за шкирку и в брошен в очередную дешевую буфонаду вот как это будет с вдовами он понимает фальш ну я бы не назвал эту буфонаду дешевый смета расходов на ее проведение скорее всего зашкаливает конечно для владимировича это уже давно не деньги но у него все царство мира в кармане но во вторых все таки это не вдовы а матери если я правильно понимаю там будут и вдовы и матери там будут все понемножечку да потом если я правильно понимаю все таки в рядах федеральной службы охраны других спецсужб работают и женщины поэтому не обязательно делать какие-то операции и запускать президента трансгендеров на котором он так любит организировать но если пара трансгендеров там окажется это тоже неплохо но они будут временные трансгендеры после представления о груди будут и ягодицы отсечены и уменьшены в размерах и они снова вернутся им будет позволено отрастить усы да ну собственно это все представление поэтому должно называться здравствуйте я ваша тетя и это было бы неплохо ты уже ты уже предлагаешь новые варианты прочтения сомнились в моих качествах как постановщик и продюсера перета я призывал бы раньше времени не списывать меня уйти в утиль кстати я не ошибся это лигар или это айфенбах веселая вдова не все-таки лигар это лигар да что сказать в переводе с французского начали это вокзал саму слову лигар да лигар да ну не важно в общем чемодан вокзал авдеевка здесь явно просматривается поэтому мне кажется что владимир владимирович абсолютно в этой человек который по должности является публичным политиком 23 года уже как больше всего и ненавидит эту свою роль он постоянно об этом проговаривался начиная от его высказывания на саммите большой еще тогда восьмерки шотландии лет 15 назад когда выйдет журналистом сказал вот вы знаете даже под одной телекамерой голова отключается вообще говоря инстинкт публичного политика в том и состоит что когда ты видишь журналистов или толпу у тебя голова включается а не наоборот а можно эти можно я тебя прерву на секундочку я просто это краткая реплика я не буду тебе мешать дальше говорить на самом деле есть такая вещь которую ты обязан прекрасно знаете под названием технологическая магия да и чем сильнее в человеке выражена вот это вот прологическое доисторическое как говорил левибрюль мышление чем тем на него сильнее действует это технологическая магия когда да действительно один единственный объектив приговаривает человека к идиотическому искованному поведению это не удивительно мы позже займемся его башкой еще путинской да конечно но это тем не менее он он не выносит публичных мероприятий даже когда он объяснял развод с женой когда они сходили в 2013 году на балет а после этого вышли к людям чтобы ну не к людям они вышли заведомо подготовленным запланированным корреспондентом нескольких государственных телеканалов фактически насколько я понимаете семьи давно уже не существовало но пришло время объявить об этом и формально поскольку людмила александр хотела сойтись официально с другим человеком и выйти за него замуж а путь на эту ситуацию устраивал бы и по сей день этого полуэффективного брака он объясняя почему он разводится женой сказал потому что профессия президента предполагает тотальную публичность как как причем здесь одно к другому совершенно непонятно первых тотальная публичность была уже 14 лет к тому времени и что так сказать что в этом его так напрягло фактически он сказал что больше всего на свете я ненавижу публичности вот за нее даже мне приходится формально разводиться с женой к чему я не стремился знаешь как ни странно да извини стас опять просто перебью забуду это и тебе и я думаю зрителям важно надо сказать здесь он как всегда косплеет гитлера потому что в неприязни к журналистам и к публичности многократно и кстати в своей книге тоже да и в выступлениях об этой неприязни говорил гитлер но он преодолевал свою неприязнь к публичности через эмоциональный накал через самонакрутку и он достиг в этом колоссальных успехов как ты помнишь он действительно умел себя разжечь но он говорил абсолютно то же самое и надо сказать что там где речь шла о браках и о неком вынужденном холостячестве где тоже сходственный путин и гитлер оба говорили одну и ту же фразу что я женат на своей стране путин понятное дело потом повторил вслед за гитлером поскольку тот вероятно все же является его самым реальным настоящим кумиром прости тебя перебил еще так кумиром видимо является елизавета первая которая сказала что я замужем за англии мне кажется это сентенция восходит к ней в первую очередь и это не мудрено потому что мы помним что иван грозный тоже исторический предшественник владимир владимирович хотел все время жениться на елизавете первой а в том что сбежать в англии получить там политическое убежище вот он утешился почти десяткам жон потом но сбежать в англии получить там убежище он рассчитывал и в этом смысле об этом владимир тоже должен мечтать потому что когда-то он должен порвать цепь связующий его с галерой российской власти но это невозможно и в этом помимо того что он брошен в объятия этой публичности который ненавидит это одна из причин его психокризис и другая причина что время власти невыносимо но приходится его нести чем он не готовился он хотел быть главой газпрома или чем-то таким в конце 90-х годов таким буржуазным богатым человеком жуирующим жизнью но вот все это пошло совершенно другую сторону и конечно он гораздо более комфортно чувствует себя внутри оперетты даже прекрасно зная или догадывает что собранные матери фейк это хорошо главное чтобы ему было комфортно помните к вам пришел на встречу с деятелями культуры в михайловский театр там кайбу лет десять назад когда был юра музыкант возник этот легендарный мем собственно сам юра музыканты такие или аншивчук сказал что вы заранее предупредили президент устала не задавайте мы никаких неудобных вопросов так она есть и президент мне не выносят неудобных вопросов и так сказать его его устраивает то что есть бункер это способ его существования не просто объект недвижимости это ментальный бункер который не должен не должен проникать ни один байт неприятной ему информации да кстати говоря по поводу неудобных вопросов у меня двадцатого декабря или января а двадцатого января у меня в торонто в канаде сплошные неудобные вопросы потому что я там даю лекцию открытую публичную веселую лекцию о существовании будущем россии вообще о том что будет со всеми и там я отвечу на все неудобные вопросы это канада двадцатая торонто да все по крайней мере канадские украинцы придут на встречу с наиболее яркой звездой сегодняшнего украинского медиа небосклона отлично я все равно тем не менее понимаю что моя публика как ни странно в большей степени россия потому что не вот надо отметить что сейчас в украине наблюдается резчайший спад интереса к россии причем это спад продиктован не сколько озлоблением сколько брезгливостью они разуверились в существовании боль не менее даже не русских но просто связанных с россией людей которые ну не омерзительны и вот давай в связи с этим поговорим о фронте о том что происходит сейчас на фронте мы знаем что вот есть выковалась выкристаллизовалась удивительная фигура заложного с которым украине повезло необычайно знаешь есть такая категория людей которые терпеть не могут это свойство которое надо отметить который терпеть не могут когда наблюдают за тем как они едят но это имеет свое обозначение латинское я не буду приводить не суть важно вот заложный очень не любит когда подсматривают или смотрят на то как он ест русскую армию в этом смысле он обжора понятно что блюдо ему подано не самое аппетитное а по большей части омерзительное но он продолжает ее там жрать и для россии это все уже тут мне интересно тут твое мнение это ведь не война это какая-то такая вооруженная мастурбация они честно пытаются добиться какой-то военной эрекции но мастурбировать теперь они могут только на портрет путина это мягко говоря недостаточно для военной настоящей эрекции и нету россии не тактических не стратегических перспектив нет даже надежда на чудо стасик да все что может сейчас россия делать это увеличивать кучу цуцванга на своей голове и продолжать себе на голову гадить и гадить и гадить продолжением этой бессмысленной кампании потому что смотри все шаги проигрышных все бессмысленно наступать бессмысленно и самоубийственно отступать бессмысленно и самоубийственно бомбить бессмысленно и самоубийственно не бомбить бессмысленно и самоубийственно и все в таком же абсолютно духе ты тоже чувствуешь эту ситуацию. Конечно. Сейчас, прежде чем отправиться вместе с вами на фронт, я хотел сказать про то, про аудиторию России. Все-таки ваша аудитория, Александр Глебович, как и моя, это не Россия, как таковая, скорее всего, а мета-Россия, которой я сейчас активно занимаюсь. Это ты очень любишь этот бред. Да, да, да. Что такое мета-Россия? Это совокупность людей, которые способны и готовы избавиться от двух ключевых психологических зависимостей русского человека, представителя русской цивилизации. В зависимости от территории вот этого евразийского Хартленда, 88%, которого непригодна для жизни, где корпорации является где государство является корпорацией по охране этой территории и больше ничем. А люди приносятся в жертву задачам охраны территории. И в зависимости от собственной истории. Вот тот, у кого получается от этого отделаться, это не так сложно, становится частью мета-России. На мой взгляд, это миллионов 50 человек, которые вполне пригодны для построения совершенно чего-то нового, пока что в мета-Вселенной. Поэтому прошу любить и жаловать, как говорится. А что касается Залужного, то, ну, разумеется, он, так сказать, главный его контрагент на той стороне линии соприкосновения. Линия соприкосновения — это очень красивый термин, очень многозначный и многозначительный. Повар. Правильно? С путинской стороны главный военный повар. Поэтому, естественно, какое же блюдо повар приготовил, такое и Залужному приходится есть. Я имею в виду, конечно, Евгения Викторовича Пригожина. Тонко, тонко. К тому же, вообще вся эта история проходит под знаком каннибализма. Я думаю, не в последнюю очередь это связано с тем, что до того, как вторгнутся на Украину, Владимир Владимирович Путин и Евгений Викторович Пригожин потренировались на Центральной Африке. Да, мы на эту тему еще поговорим. И на Сирии тоже, как ты знаешь. Потому что там-то для Путина в Сирии на самом деле подсказан и уже откован путь спасения. Потому что вместо бессмысленной, ненужной внешней войны Путин мог бы заняться совсем другим делом и оперировать своей властью в духе своего приятеля Асада. Давай это оставим на финал нашего разговора. Давай все-таки сейчас далеко не будем уходить с фронта. Почему? Да, потому что я считаю, что в Российской Федерации с мобилизацией, конечно, прощелкали то, что называется клювом золотой момент. И прощупал вечно тупой российский генералитет. Вот национальное воодушевление в какую-то минуту все-таки могло быть подлинным. И такой момент был, когда страна слышала. Она слышала зов матери Розины. Тогда бы мобилизация была совершенно другой. Она была бы с другим посылом, с другим накалом. Тогда бы россияне действительно перли на фронт, а не скулили бы в холодных хибарах, не били бы в бубен офицеров. Их мамаши и жены не скулили бы в эфирах о своих бедных мальчиках без подготовки. У них теперь вот такая любимая формулировка. Почему вообще, кстати говоря, русские матери заговорили о смертях, об ужасе войны на девятом месяце войны. Только на девятом. Уже угробив цех согласен. Но потому что всякая мать, знаешь, на девятом месте срок и подходит, Александр Галимович. Возможно. У меня другая. Да, это остроумно и мило, у меня другая трактовка. Но вот я думаю, что русские матери поняли, что стиралок больше не будет. Что герой отечества уже не вернется с войны без ножек, но с двумя унитазами подмышками, потому что сейчас с позиции, с фронта можно привести там либо аноректальный, либо травматический геморрой, заработанный только с товарищами Пароти. И вот тот момент, о котором я говорил, который проворонили, это был момент, когда очень ясно чертилось, а за что, собственно говоря, умирать, ради чего терпеть ужасы войны, этот момент проворонили, действительно. И сегодняшние мобилизанты, это трусы, дезертиры, они даже без кровавого скандала в плен сдаться не могут не только воевать. Шанс был. И тогда сквозь этот информационный шум слышен был голос матери Родины, им не воспользовались. Я говорю о том периоде войны, когда унитазы, стиралки, генераторы, ковры были основной темой, когда интернет был забит, видео почтовых отделений, где воины Путина отправляют тоннами наворованные трусы, золотые цепочки, радиоприемники, магнитофоны, сковородки и домофоны. И не надо сбрасывать, кстати говоря, сексуальный фактор, потому что тогда война шла, там, где расторопанный солдат мог за сутки изнасиловать не меньше десяти теток. И тогда сердца забились сильнее, тогда родина-мать позвала, позвала на унитазы и на заплаканных украинах, но вот старушку тогда не поняли. И тогда эта война, в общем, получала мощность в самое яблочко. Откуда сейчас действительно все эти жалобы, капризы, чокнутая мама? Стало понятно, что война находится на той стадии, когда в общем уже ловить нечего. Почему сейчас в Кемеровской области, ты видел эту сцену, как уже стульями дерутся пьяные мобилизанты, и мобилизация стала позором власти, офицерам бьют морду, все ноют, дохнут они там, где их трупы вообще не вывезти, в общем, ведут себя все очень паршиво, потому что война переместилась в те области, где все разграблено, и насиловать, насиловать можно только пеньки, енотов и боевых товарищей, больше некого насиловать в лесополосах, и Родина туда, она в общем уже зовет очень стыдливым шепотом, понимая, что там ей солдату предложить нечего. И там нет надежды ни на гарнюю жинку, ни на колечки, ни на стиралку, там можно украсть только уже дважды украденные унитазы, то если застрелить товарища, который владеет в соседнем окопе. и такая перспектива совсем не всех вдохновляет, надо сказать, потому что эти все территории давным-давно разорены всякими днырами, лнырами, там не пожируешь, Донбасс это уже как трижды сожранное саранчо поле. И вот любовь к отечеству, которая преимущественно заключается в умении спереть в унитаз, там реализовать очень сложно, а надежды перенести боевые действия туда, где есть что пограбить, в общем уже у России нет. Вот такая история, Стасик. Если у тебя есть своя точка зрения, пожалуйста, ее огласи. Ну, как у меня может не быть своей точки зрения? Вот то-то и оно. Что в одном юмористическом сериале начала 21 века был персонаж-политолог, тогда я еще не назывался политологом, поэтому я явно не имел к этому персонажу никакого отношения, который в таких случаях правильно говорил, у меня 7 точек зрения по этому вопросу, какая из них вас интересует. Но я хочу сказать, что в догонку к вашей предыдущей сентенции о том, что любой шаг Владимира Владимировича Путина на этой войне как безнадежный самоубийствен. Да, конечно. Ну, это такое, да. Можно использовать в коротком смысле. Он геподобен. Да, давайте посмотрим на это в хорошем смысле, в добром свете, при свете дня. Понимаете, весь путь Владимира Владимировича Путина с известного момента суицидален, с момента, когда, собственно, он объявил четвертую мировую гибридную войну Соединенным Штатом Америки в дерзновенной надежде обрушить американцентричный мир, который, если обрушится, то явно не усиливый Владимир Владимировича Путина, и не сейчас. С этого момента он шел последовательно путем саморазрушения, и вот он пришел в кульминационную точку. Он близок к тотальному полному успеху. Поэтому бессмысленность и суицидальность, это триумф в этом состоит этого политика в эти времена. Поэтому мы можем только ему поаплодировать за это. Теперь, что касается Матери Родины, кстати, я много лет назад еще придумал неплохой слоган для Матери Родины, который можно было бы начертать на постаменте соответствующего памятника в Волгограде, Сталинграде. Вас много, я одна. Это то, что моя мать всегда говорит своим сыновьям, отправляя их на смерть. Водоушевления, на мой взгляд, не было никогда. Собственно, повальное увлечение унитазами и стиральными машинами было связано не только с тягой к очищению российского национального организма, для чего оба эти агрегаты, безусловно, предназначены впрямую, но и потому, что в условиях технологических санкций со стороны Запада и полной нидии способности госкорпорации и российские технологии, отвечающие за импортозамещение, из-за чего, собственно, России приходится брать беспилотники и баллистические ракеты в Иране, а если Иран перекроет эти поставки и придется брать в Северной Корее, то, так сказать, в общем, можно чипы извлекать из стиральных машин и унитазов и тем самым решать проблему полупроводниковой индустрии в России, которая обеспечивает только 3% внутренних потребностей, а 97% обеспечивали раньше Тайваньцы, даже китайцы, но не отказавшиеся любезно от сотрудничества с Российской Федерацией. Подожди, Стасик, вот подожди, я это все понимаю, это все красиво звучит, но ты понимаешь, что стиралка уже давно превратилась в нечто сакральное, потому что, если ты интересовался криминальной хроникой Москвы последних дней, ты, вероятно, не мог пропустить эту фантастическую историю, которую можно назвать там страдание Иоанна Мертвищева. Иоанн Мертвищев это полковник генштаба, который потребовал взятку от местного военкома, но потребовал, чтобы взятка ему была дана стиральной машиною ничем-нибудь, не в денежном эквиваленте, ни вареньем, ни шоколадками. Вы недооцениваете масштаб технологического мышления полковника Иоанна Мертвищева. Он имел в виду под стиральной машиной инструментарий для отмывания денег. Нет, я думаю, что теперь уже их беспокоит не сколько отмывания денег, сколько стирка знамен после того, как Пригожин так изящно высморкался во все гвардейские стяги, которые только обнаружил вокруг себя. Ты знаешь, что там ведь даже в машине прятался. я не согласен. Ну что вы, это святые мощи Евгения Викторовича Пригожина. Как же их можно состировать? Это то, что будут предъявлять вояки, когда их будут приходить арестовывать. Ну правильно, но они-то сейчас еще пытаются изображать некую брезгливость. Ты знаешь, что один сотрудник ФСБ прятался даже в той машине стиральной, которую передавали и в нужный момент он выскочил, предъявил удостоверение блаженнейшему и несчастнейшему Иоанну Мертвящего Паку. Это говорит только о прекрасной физической сотруднике ФСБ. Мы с вами думаем, что они почти все толстые, как я. Нет, выясняется. Нет. Это спортом не по-детски. Ну ты, во-первых, уже далеко не толст. Мои наблюдения позволили мне сделать вывод, что ты там килограмм на 10 похудел точно. В сравнении с теми веселыми временами Питера, Гильвеции, если ты еще помнишь эти слова. Я уже начинаю их забывать и надеюсь никогда не вспомнить. Слушай. Александр Глебович, все-таки там было хорошо. Ты знаешь, хорошо там было или нет, мы узнали только сейчас. Ну, могу вам сказать, что в том доме, где я жил в Москве, больше никак мне сообщили агентурные источники, не горит теперь ни одно окно. Все куда-то релацировались. В самом центре Москвы. Кстати говоря, к вопросу России и к вопросу того, чем она живет и какими она нынче образами и мифами питается. Мы знаем, что существует и закрепляется очень крепкий сюжет, сюжет, гласящий, что никакого Путина давным-давно в живых нет. Что то существо, которое нынче выседает в бункере и в Кремле, это лжепутин, это, скажем так, как Вовка Отрепьев, а совсем даже не Владимир Владимирович Путин, а того Путина доедали, а может быть доедают до настоящей минуты, черноморские бычки и притопили то его как раз, когда он нырял за амфорами. Вот тогда эта подмена в духе железной маски и была произведена, и его подменили идиот, ну, самым идиотским из всех его двойников. Я понимаю, что это конспирология, бред и вздор, понимаю, что Путин тот же самый. Я помню, не открыть ни одно окно в Москве, и вот тут мистическим образом, как только я это сказал, у меня отрыгнулось электричество. Ну, тогда, значит, поехали с этого места. Включились, да? Поехали. Ну, ты знаешь, Стас, к вопросу о темных окнах. Этих темных окон сейчас дофига в России, все будет темнее и темнее, но эта темнота, она ведь сродни такой конспирологии. Сейчас по народным мозгам, по извилинам мозга российского ползет конспирология о том, что Путин-то не настоящий, про то, что это лже Путин, это какой-то Вовка Отрепьев, его двойник настоящего Путина уже давно доели черноморские бычки, а утопление его было произведено как раз во время той самой процедуры с амфорами, которую он доставал со дна морска. И что это, скорее всего, не он. Это основывается, ну, во-первых, на любви России к конспирологии, которая вечно изобретает каких-нибудь старцев Федоров, Кузьмичей. Но, кстати говоря, французы не меньше любили эту тему, как ты помнишь, это вот прямо история с железной маской, с подменой мертвого президента на его тупого двойника. Но мы помним, что действительно был Путин. Ведь был Путин там 15 лет назад, который, будучи еще чистеньким и спортивным, произносил абсолютно вменяемо. Он был недалекий, он был не особо развитый, но сментливый и остренький такой чекист, который произносил абсолютно нормальные слова и про Крым, и про Конституцию, и про права, и про Солженицына, и про разум. И вот вдруг он куда-то делся. Я, честно говоря, не верю в конспирологию. Я понимаю, что если любой организм, любое тело поместить в крайне агрессивную среду, в карборановую кислоту, тело изменит либо часть своих признаков, либо все свои признаки. И понимаю, что Путин оказался в ситуации, когда он не мог остаться иным, только жаль, не мог остаться тем, кем он был, что он полностью метаморфизировался, только жаль, что, конечно, ему подвернулись под руки совершенно бредовые сочинения, а не те сочинения, например, он мог бы почитать ради разнообразия Докинза, и тогда это был бы совершенно другой человек. Понятно, что не чекиста, даже одна книга, прочитанная им, оказывает колоссальное действие. Вот ты в чем видишь причину конспирологии? Скажи мне. В том, что с точки зрения значительной части многонационального народа Российской Федерации, на 80% состоящего из русских, Владимир Владимирович Путин всегда был очень удачлив, он был фартовый президент. А тут с 24 февраля 2022 года ему совсем не везет. Вот поэтому это уже совсем не тот Путин. Но с другой стороны, я считаю, что все это находится абсолютно в глобальном тренде. Если вместо Владимира Владимировича Путина действует его цифровой аватар, то это значит, что технологическая революция дошла и до Российской Федерации. Ну, это твои любимые бредни, Стас. У тебя есть несколько пунктиков, но я ко всем отношусь к симпатии, поскольку отношусь к симпатии к тебе. Тем не менее, я думаю, что это все равно тот же самый, безусловно, Путин. Мы просто понимаем, что, увы, есть особенности развития этого человека. И, к сожалению, мы все меняемся, или к счастью, потому что каждое новое знание категорически меняет человека. Это только у вас, там, среди верующих. Меняться не полагается, и полагается оперировать теми представлениями, которые там были в моде у скотоводов Синая много тысяч лет тому назад. Но это неважно. Смотри, у нас еще есть такая тема, как, ну, тренды последнего времени, сейчас все развопились про то, что русская армия на свалке в Херсоне сжигала трупы своих солдат. Уже знаком с этим, да? Да. Я думаю, что это крайне сомнительно. Весьма сомнительно. И здесь, почему я беру на себя экспертную смелость, потому что, во-первых, по описанию запахов. Это совершенно не походит на места массовой гекатомбы. Мы знаем, что я тебе вот могу сказать, как очевидец, потому что, ты же понимаешь, да, я этих пожаров с жертвами, потерпевшими, я в свое время насмотрелся, наснимался и нанюхался. Запах, как у огромной шашлычницы. у пожара и у места вообще, где есть тела, которые сгорают, неважно, тела животных или тела людей. И вообще, вот, обеспечить реальное сожжение тел можно только там, ну, благодаря постоянному нижнему поддуву, обеспечению абсолютной температуры. Вот, кстати говоря, вот, может быть, и зрителям тоже будет интересно, когда они слышат про то, что кого-то сожгли, пусть они поинтересуются, сколько вязанок дров твои любимцы попы потратили на то, чтобы испепелить Джордано Ноланца, более известного им, как Бруно. Там было оплачено 25 вязанок дров. И то, что осталось от Джордано, еще двое суток доедали коты, собаки, вороны и вся остальная нечисть обитавшая тогда время. То есть, на самом деле, вот так вот сжечь бесследно человека очень трудно в бытовых условиях, практически невозможно. Согласен со мной? Нет, не вдаваясь в химические подробности, во-первых, плох тот русский человек, который не готов сгореть за родину и этим светом указать путь своим соотечественникам. Во-вторых, как правильно сказал персонаж Лескова, Соборян, в России христианство еще не проповедовано. И с моей точки зрения, как верующего христианина, ключевая проблема России, что она остается языческой страной. Поэтому невозможно, что там совершались жертвоприношения во время победы вооруженных сил Российской Федерации. И при этих жертвоприношениях могли использоваться какие-то гиперзвуковые зажигалки кинжал-2. Поэтому все возможно. Ведь что-то же сделал оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации за минувшие 22 года. Кроме иранских и корейских поставок. Ничего вообще не сделал. Ничего не сделал. То есть они готовились к войне абсолютно к ней не готовились. Мы на эту тему сейчас еще поговорим. Это важная тема. Но вот у нас второй хит. Третий верный. Можно только догонку предыдущую? Великолепные Гордана Бруно и мне пришел в голову, поскольку вы меня несколько уязвили тем, что я плохой постановщик опередка. Я спешу гиперреабилитироваться и если вы помните фильм Бруно Саши Барона Коэна, я подумал, что... Ты же знаешь, последний фильм, который я видел, это великолепная семерка. Старая. Значительная часть, великолепные три семерки, я бы даже сказал. Значительная часть нашей аудитории знает фильмы Саши Барона Коэна, в частности Барат и так далее. Мне кажется, пришло время снять фильм Бруно 2, где главный герой Саша Барон Коэн в образе Джордана Бруно играет гея, которого казнит современная российская инквизиция, сжигая его на костре. Великолепный сценарий, я тебе рекомендую за него засесть, за этот сценарий. Но у нас есть... В современной России можно засесть за все, что угодно, за любое неосторожное высказывание. Да, 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 но так полагается, честно говоря, в любом фашистском режиме. Это был бы не фашистский режим, если бы все в нем не происходило по логике фашистского режима, согласитесь. Смотри, у нас есть еще в качестве хита это расстрел в Макеевке, страсти до сих пор не утекают. У тебя какое мнение по этому поводу? Ну, поскольку я сейчас свечку не держал, прошу прощения за неудачный в контексте прежнего сюжета Каламбур, то, так сказать, я вполне готов поверить в то, что действительно один из военнопленных начал расстреливать окружающих, и поэтому это была ответная реакция, но для меня совершенно ясно, что как бы там ни было на самом деле, на Западе значительная часть элит устала от происходящей войны и ищет повод для того, чтобы побудить Украину к перемирию. И эта история будет тоже использована в качестве такого повода. Я тебе могу сказать, потому что в отличие от всех, только не считай, что это щепок тебя за бок, да, или кого-то еще, я здесь в данном случае просто имею право авторитетного голоса, поскольку, ну, семь войн за плечами, это, извините, семь войн. И я тебе скажу по секрету, что вот ковыряться в каких-то там законах и правилах войны, в обычаях войны могут люди, только вообще не имеющие ни малейшего представления о войне, и никогда там не бывшие. Нет ничего смешнее, чем слова законы войны или обычая войны. Закон войны убей, кого видишь. И все прочее, это кабинетная лицемерие, чепуха, чистой воды, и, конечно, все делают сейчас какие-то реверансы, книг сены, собираются устраивать какие-то расследования, но это в основном для того, чтобы занять праздную диванную публику. Вот и натовская сторона и реальная политика Европы и Соединенных Штатов понимает, что вот на все эти случаи внимания обращать не надо. Здесь действительно только для совсем уж таких вот кабинетных, милых и интеллигентных людей поговорить о том, что война имеет какие-то законы, да не имеет она никаких законов. Нет, здесь, во-первых, я не думаю, что руководство США или НАТО изменит свою позицию. В связи с этим случаем я говорю лишь о том, что некоторые отряды западных элит. А это да, да, им будет что перетереть, им будет о чем поговорить. И все это транслируется через газету New York Times, которая остается все же, несмотря на неоднозначные результаты ее неравной битвы с Дональдом Трампом, одной из самых влиятельных газет мира. Но вдогонку хочу сказать, что законы войны все же существуют. Это, собственно, трактацию Ньдзи, который я внимательно читал. Я думаю, что не менее внимательно его читали нынешние вашингтонские руководители. И по косвенным признакам оценивая их поведение, я могу предположить, что они все больше приходят к выводу, надо дать, не нужно бежать впереди паровоза, чтобы заставить Вадим Ивановича Путина что-то сделать. Все, что им нужно, он сделает сам. И нужно даже запастись терпением. Да, здесь я, пожалуй, с тобой даже и спорить не буду. И я думаю, что, а что, например, вот как этому бедолаге Путину преодолевать собственный народ. Это ведь очень тоже тяжелая история. Если ты видел в интернете говорящий пень, ну, знаменитое видео, где старичок в провинции с женой в смешных шапочках начинают рассуждать о том, что необходимо уничтожить вообще всех украинцев. И ты понимаешь, что да, перед тобой пример той самой преступной дрессировки, но это преступная дрессировка народа состоялась, она удалась. Это получилось. Насколько она удалась, сказать, я бы не стал забегать вперед. Все-таки частичная могилизация показала, что народ как минимум апатичен к целям, к несформулированным целям спецоперации Z, а как максимум разбегается от них. И это тоже есть. Однако, Стас, смотри, человек вообще в принципе очень исключительно злобное существо в силу того, что у него была очень тяжелая эволюционная история, где отсутствие злобы, дикой злобы переговорило бы его просто к вымиранию и исчезновению этого рода и этого вида. Понятно, что задача всякого государства, всякого воспитания каким-то образом направить эту злобу с ней никогда ничего не поделаешь. Она всегда была, есть и будет. Это великая реальность. Но направить на то, что действительно достойна этой злобы, достойна этой агрессии, там, войны, преступность, педофилия, всяческая мерзость. Но вот в России эта злобность перенаправлена на соседние, мирные, изумительные, как мы успели выяснить, по своей храбрости и по своему трудолюбию народ Украины. Поэтому это тоже огромная проблема. Эта вся публика никуда не денется. Я тебе, как опытный дрессировщик, а ты знаешь, что я сейчас не преувеличиваю, могу тебе сказать, что вот это обратное действие, снятие чар преступной дрессировки, это бесконечно трудная, более тяжелая работа, чем сама преступная. Я думаю, что результаты дрессировки куда-то денутся с течением неумолимого времени, со сменой поколений. Влады и поколения настроены совершенно не так. Да и, в общем, у меня там в метр России будет жить 50 миллионов представителей русской цивилизации, мыслящих совершенно по-другому, поэтому все будет хорошо, я думаю. Как-то я не разделяю этого оптимизма, потому что, ладно, там этот говорящий пенек провинциальный, и исходящий злобы, но мы видим и абсолютно цивилизованного, явно держащего в руках когда-то, державшего в руках когда-то книжки Рогозина, который слово в слово повторяет ту же самую омерзительную ахинею, если слышал недавние его реплики про необходимость опять там Киев за три дня, то есть, ну, все полный фашистский набор, который существует, он его повторяет, но вот, кстати говоря, Рогозин, Рогозин, вот он только словом, он не хочет помочь путинской армии делом, потому что, если бы он решился на большую радикальную липосакцию, то жиром, который из него мог бы быть добыт, можно было бы наполнить 50 как минимум банок и отправить их на передовую, и голодные мобики, это, конечно, не тушенка, но голодные мобики, вероятно, с удовольствием бы, так что за ушами бы трещало, или бы Димин Жирок, но вот он не готов все для фронта, все для победы. День не настал, как говорит Владимир Владимирович Путин, деньги-то в России отложены на черный день, а черный день еще не пришел, а черным днем, видимо, будет тот момент, когда под прикрытием Евгения Викторовича Пригожина Владимир Владимирович переместится в Центральную Африку и станет там императором, наследником Бакаса, предварительно немного почернев, чтобы в достаточной степени соответствовать верноподданному народу, как он любит и привык. Если же сделать Рогозину резерцией печени, то будет восхитительная фуагра, которую Евгений Викторович мог бы приготовить для кремлевского приема. Кстати, я подумал о том, что у Рогозина было несколько позывных, когда он там оказался в бутафорской роли на псевдофронте. Первый позывной был «Космос», ни много, ни мало. Второй «Сармат». Это явный намек на стремление сбежать в Лондон и сдаться, потому что ракета «Сармат», еще не поставленная на боевое дежурство, рекламируется как средство уничтожения именно Лондона. Она должна долететь туда за 17 секунд. И Рогозина говорит, что он сам за 17 секунд долетит, если ему разрешат. Но вот третий позывной должен быть, я подумал, «Железный маск». Ну, я бы предложил ему гораздо более эффектный, красивый, красивый позывной, например, «Опарыш». Представь себе, как это чудно звучало бы в эфире. Это что-то франкофонное. Если он соберется бежать все же в Париж, а не в Лондон, то да. Ну, тогда будет «Опарыш». Ну, вообще «Опарыш». Он и бежит. «Опарий». Куда, куда бежит? Ну, кстати говоря, вот смотри, по поводу... Сказание направления движения. Хочу еще раз и про Рогозина, и про этого говорящего пня провинциального, и про преступную дрессировку. Тебе будет, кстати говоря, любопытно, потому что я хочу вступиться за русских. И считается, что... Постоянно. Да. Считается, что у меня же нет никакой национальности вообще, поэтому я абсолютно свободен от любых национальных пристрастий, интересов, слабостей, симпатии, антипатии. Я абсолютно без корней, без национальности существую. Но вот хочется вступиться за русских, потому что, когда заходит речь о всяких боевых гусях и о всякой конспирологии, о чудовищной ахинеи, которая предлагается в качестве некого эталона русского мышления, могу сказать, что, конечно, это опять-таки преступная дрессировка. Это дело не в том, что русские не русские, дело в диком невежестве, дело в невежестве, которое культивирует попы, школа, пропаганда. И я тебе хочу рассказать циферки, которые тебе очень понравятся. Вот ничего само собой не происходит. Откуда взялись вообще вот эти боевые отравленные гуси? Тут социоантропологи в России, кстати, говорят, а нет, она в Париже, по-моему, там умнейшая дама, она подсчитала, не поленилась, что вот эта вся история про секретные биолаборатории с ядовитыми губами, с ядовитыми зубами, где варили страшные эликсиры запорожские казаки в шароварах вместе с рептилоидами и, вероятно, с инопланетянами. Как это попало в головы русских? Как это закрепилось? И она подсчитала, что на эту тему в российской прессе «Стас, держись за кресло» было создано 90-92 тысячи статей. Более того, дама дотошная, она приводит название всех статей. Эти 92 тысячи статей были конвертированы и перепощены в 219 тысяч интернет-сообщений. И тут мы понимаем, что вот именно это то количество, которое требуется для того, чтобы любую ахинею догматизировать и закрепить в мозгу любого практически народа. Надо сказать, что вы, наверное, знаете, что эту точку зрения сформировал и сформулировал Михаил Валентинович Ковальчук, главный путинский ученый. Недавно у него было программное выступление, в котором он сказал, что вообще ядерная война это более не актуально, как и ядерное оружие, поскольку Запад безусловно собирается уничтожить Россию именно с помощью боевых комаров, запущенных из биолаборатории. И главная задача изолировать Россию настолько, чтобы комар носу не подточил и через соответствующие барьеры и преграды не проскочил. Здесь есть некоторое противоречие, потому что только сумасшедший будет связываться с народом, который способен воспитать несколько поколений боевых комаров. Противостоять этому народу невозможно, и Россия обречена на поражение. Смотри, она обречена на поражение еще по ряду формальных, неформальных признаков. Ты знаешь, что открыт в России культурный фронт, что объединились самые потешные, самые завалящие, самые страшные монстры, у которых теперь текут слюнищие, потому что они ощутили себя уже наконец инквизицией в законе при Государственной Думе. Начав с запрета Гарри Поттера, образовался культурный фронт. Там телегонистка Кузнецова, бывшая уполномоченная по делам ребенка. Там Петечка Толстой, которая дубовой корой предлагает лечить онкологию. Там алкоголик Бурляев, который подписывается... Это очень популярно. Да, Золотой Витязь. Там пропагандист массовых убийств, откровенный совершенно шизофреник Дугин. Кстати, мне прислали еще одну очень любопытную видеозапись. Прислали, причем не люди, которые занимаются политикой, их не интересовало, что говорит персонаж, а мне прислали анатомы мои. Посмотри, Глебчик, какая офигенная, немыслимая складчатая похидермия примера. И носителям складчатой похидермии такие патологические складки, они могут быть на любой части главы, иногда они размещаются примерно у основания черепа. И там оказался на пленке прилепен. Я первый раз в жизни послушал, чтобы хорошенько разглядеть эту складчатую похидермию, я послушал, что он говорит. Слушай, Стас, но до какой степени русский писатель не владеет русским языком абсолютно. Насколько косноязычен, насколько суетен и беспомощен в своей речи и в своей неспособности даже не связать, хотя бы склеить несколько слов, но не может человек, который так говорит по-русски, нигде публично выступать. И вот они сейчас, вот эта вся скудоумная компания, они собираются открывать культурный фронт с необычайно широкими полномочиями. Сами они предложить, конечно, ничего не могут. То есть ты же не будешь в здравом уме слушать рассуждения Бурляева или написанные на неизвестном мне, например, языке, мне, как русскоязычному человеку, сочинение прилепено. Они предлагают только уничтожать, они предлагают разорвать Гарри Поттера, они предлагают повесить Винни-Пуха, выпустить кишки из Леголаса и из Гимли, изнасиловать Мэри Поттерс, наконец, и расчленить Питер Пэна. То есть удавить все то, что им ненавистно и все то, что портит так называемую святую Русь с ее устоями. Но ты знаешь, ты понимаешь, что это все опять тот же самый Путин с его серостью, с его агрессивностью, вот он транслируется теперь еще и через эту кампанию. Для этих людей фактически настал звездный час, поскольку многие деятели культуры прекратили работу в Российской Федерации и или и слэш или релацировались, поэтому сейчас пришло время наложить лапу на большие ресурсы, высвобождающиеся самые разные и ведя определенную культурную монополию, можно очень выгодно сидеть и доить всю эту ситуацию, к тому же в этой стране уже в нашей была вторая армия мира, сейчас должен быть второй фронт, где второй фронт недалеко из завершения спецоперации, как мы знаем. Да. Ну ладно, да, извини, перебору. Мы приближаемся все ближе и ближе к точке, когда, так сказать, человеком, который лучше всего владеет русским, как мы теперь знаем, не лизературным и научным языком является украинский. Ой, слушай, какой сложный язык украинский. Человек, Александр Глебович. Это огромное, я же чудо украинский, я могу сказать, он необычайно сложный. Я, поскольку владеем неплохо, я готов всячески вас поддержать в этом начинании. И могу сказать, что сейчас на их второй фронт мы должны ответить вторым тылом, культурным тылом, который не должен возвращаться в путинскую физическую Россию на евразийский Хартлинг, а перемещаться прямо ко мне в гостеприимную и уютную метавселенную. Кстати, я тебе хочу сказать, да, я пропускаю мимо ушей, я пропускаю мимо ушей там твои все эти религиозные высказывания, твои там высказывания про этих жуликов-психологов и тем более про жуликов-психотерапевтов. Нет, я тебе хочу сказать, что сейчас вот в режиме абсолютного изумления не поленившийся человек увидит идеальное, стопроцентное, потрясающее, феноменальное сходство риторики Третьего Рейха и современной путинской России, прежде всего в культурной сфере. Создается ощущение, что да, им пишут реплики, сегодняшним министрам, сегодняшним депутатам, сегодняшним артистам и пропагандистам, пишут реплики, просто вот переписанные с методик культурной палаты Рейха, такая тоже была организована, и Министерство народного просвещения и пропаганды. И что эти люди сегодня в России просто терпеливо заучивали все то, что было сказано гитлеровцами примерно уже 80 лет тому назад. все вот там, ты знаешь, да, что тогда из Германии ведь тоже бежали там и по твоей части довольно много народов, то есть там всякие Брехты, Фехтвангеры, Оба Манна, там, Ремарки, они не могли соприкасаться с гитлеровским фашизмом, точно так же, как сейчас из России сбежала, по сути дела, вся интеллектуальная составляющая страны. Ты знаешь, что и тогда тоже книги запрещались, возникли первые разговоры об наагентах, потому что иноагентом считался любой литератор, писатель или ученый, который получал хотя бы одну копейку за, ну, скажем так, за пределами границ Рейха, и все сходится абсолютно. Там вот был такой Леопольд Гутталер, который составлял точно так же, как составляют сегодня в этой культурной палате Думы, составляли список нежелательной литературы, а для тех, кто не входил в культурную палату Рейха, полагался запрет на профессию Стаса. То есть, мы видим, что, да, кстати, говорят, ты мне сейчас наверняка этот ножичек в бок-то воткнешь, что из России не побежали ученые. И мы видим, действительно, что не побежали ученые, что в основном сбегает ваш брат. То есть, ну, филологи, писатели, артисты, певцы, политологи. Но, честно говоря, тут просто надо понять, что из России в качестве ученых бежать, в общем-то, некому. Потому что из Германии бежали люди, которые всегда были востребованы везде в мире. Там, фон Нейман, Бетенштейн, Франкфурт, Сгабер. То есть, сбегали звезды первой мировой величины. И они всегда могли быть востребованы. Из России сегодня бежать некому, просто потому что нет никаких ученых. Ученым бежать мешают два обстоятельства. Первая, большая часть из них сбежала раньше значительно. Это тоже есть. Мешает им, конечно, Федеральная служба безопасности и призванная бороться с устечкой мозгов и эффективно борешься с ней путем помещения этих ученых в СИЗО и другие места лишения свободы, что замедляет, усложняет возможности побега. Но по поводу того, что Российская Федерация со нынешних времен косплеет, как говорят в определенных средах, третий рейд, ну, опять же, как говорят в литературных кругах близких Евгению Николаевичу Прилепину, новые тексты пишут, кто такого старые и плохие. А поскольку мы знаем, что русской душе присуща всемирная отзывчивость, и, как сказал Александр Александрович Блок, нам внятно все и острый гальский смысл и сумрачный германский гений, то почему же современному российскому спичрайтеру за те же деньги надо придумывать что-то новое, а не просто взять из немецкого? Кстати говоря, вот по поводу России, по поводу всяких там сумрачных германских гениев, я частенько слышу упреки в русофобии. Ты, вероятно, тоже не менее редко слышишь упреки такого же типа и такого же рода. И вот я тебе хочу сказать свою точку зрения, что у меня вообще разумеется, русские там, где они достойны восхищения, это Каракозов, это Вера Засулич, это Иван Петрович Павлов, это Мечников, это Сеченов, это Каляев, там они у меня вызывают восхищение, и я действительно считаю, что русские великолепны. Но вообще у меня нет ни симпатии к России, ни антипатии. Дело в том, что я не знаю, как ты, я не имею права ни на какие вообще чувства. Вот пусть Россию любят политики, которым за это платят, и ненавидят те политики, которым платят, мало ли бы забыли заплатить, что в нашей профессии не должно быть ни любви, ни ненависти. Вот только холодный скальпель анализа, скальпель анатома, который вскрывает, рассекает события, явления, фигуры, действия и анализирует их. Не должно и не может быть ни святынь, ни авторитетов, никаких сакральных тем, ничего священного. Вот как нам прекрасно доказал опыт последних 20 лет, явления, которые вроде бы выглядят невинно и даже почтенно, типа бессмертных полков, типа вечных огней, блокадных культов, на самом деле это крипторазжигание культа войны. Очень умело спрятанное, очень хорошо замаскированное под социальные вроде бы высокие невинные обряды, но разжигание войны. Они выглядят невинно, все эти фокусы, но они на самом деле опасны. Тем не менее, я Россию, например, изучаю очень доброжелательно и абсолютно беспристрастно. Она сейчас и единственное, что как диагност, который изучает, но у которого нет собственных чувств, я вынужден, конечно, сказать, что это очень ядовитая, очень угрожающая миру и цивилизация сегодня образования с огромностью и потенциалов для уничтожения всего живого. И, конечно, она нуждается в том, чтобы ее разгадка появилась бы на свет и чтобы вся фактура ее была бы очень грамотной и тщательно классифицированной. Если что-нибудь появится в России прекрасное по-настоящему сейчас, не Павлов и не Караковцев, а сейчас появится, да я первое об этом закричу в голос, я к тому, что я и тебе могу сказать, что и ты тоже, несмотря на то, что тебя обвиняют в русофобии, ты никакой не русофоб по моим наблюдениям. Кстати говоря, есть хорошие новости. Я тебе могу сказать, вот результаты исследования доказывают, что если бы Россия не была бы так радикально ослаблена воровством, коррупцией, беспределом, бездарностью власти, разрухой, она была бы значительно опаснее. Вот планете еще сильно повезло, что Россия насквозь проворована, насквозь коррумпирована и насквозь развалена. И воровство в России, коррупция в России, это колоссальное благо для всего человечества. И именно только это и позволило, вероятно, устоять и Украине сейчас, и человечеству, и Европе в целом. Потому что если бы она была некой очень организованной, технологически развитой, честной и принципиальной, то она была бы гораздо успешнее и смертоноснее. С учетом того, что у России, как у страны, у нее нет другой профессии, кроме крови, насилия и завоевания. Ну нету, ну нету, есть одиночные исключения в виде научных драгоценных перлов. Действительно, Россия кое-что внесла в существенную и физиологию мозга, и физику, и химию. Но в основном ее профессия это воровство, грабеж и насилие. Другого другого нет. Это, так сказать, профессия не России, а российского государства, традиционной российской государственности, которая является корпорацией по охране территории, территории, на которой нельзя выжить. Об этом мы говорили уже давно в нашей сегодняшней беседе. Я, естественно, никаких упреков русофобии, правда, я и не слышу, их в последнее время не принимаю. Я вообще подошел к российской политике и ее осмыслению со стороны, как вы знаете, русского национализма. Русофобы же сегодня скорее правят России, поскольку это люди, которые глубоко не верят в какие бы то ни было творческие способности и самовыражение русского народа. Именно поэтому они сделали все, чтобы подобрать у этого народа остатки демократии. Но, действительно, когда это русское, возвращаясь к мысли, что на Руси христианство не проповедовано, на Руси не проповедовано и русское. Если вычленить весь цивилизационный русский позитив из этих железных, ледяных объятий территории и железных объятий истории и поместить совершенно другое пространство, русское только и начнет формироваться. Оно еще фактически сегодня только зарождается на руинах и под пеплом вот этой корпорации охраны территории, убивающей себя на украинских фронтах, чему по-своему и трагически нельзя не аплодировать. Ну, я считаю, что как раз Россия и есть наиерчайшая реализация христианства и той самой религиозной идеи и все то, от чего вы пытаетесь спрятаться, на самом деле есть суть этой идеи. И Гундяев действительно настоящий, образцовый и примерный христианин именно в евангельском смысле. Я с вами никак не могу согласиться. Я понимаю, что вы не можете согласиться. Я просто ставлю точку в нашем разговоре о русофобии, о том, что мы, да, мы изучаем Россию, Синейра и Ред Студио, то есть без гнева и пристрастия. А сейчас она, конечно, вообще представляет уникальный объект для изучения, потому что, Стас, ну это же потрясающе, это же настоящий живой фашизм. Кто из нас мечтал, что мы его и ин витро, и ин виво сможем разглядеть? Это очень опасный препарат, который мы сейчас режем нашими скальпелями, но такой возможности удивительной не могло и представиться. А ненависть, ненависть или русофобия в моем ремесле это абсолютно недопустимо, например, как там подагрический артрит для пианиста. Понятное дело, что с кованой кистью, с кукоженной кистью никакую мелодию не наберешь. Но и недопустима, кстати говоря, любовь, потому что эта любовь здесь можно было бы сравнить с такой гипермобильностью сустава, которая тоже не позволяет музицировать достаточно эффектно и эффективно. Да, вы навели меня, кстати, на мысль о фильме «Бруно-3». Где Саша Баронкоин сыграет именно подагрического пианиста и создаст тем самым совершенно новую музыку. Однако, однако. Теперь, если мы завершаем наше мероприятие, я бы хотел все-таки прочитать эпиграмму на Дмитрия Олеговича, которая органично вытекает из всего, что мы обсудили, из того позывного, который вы, Александр Глебович, ему придумали. Рогозин, Рогозин, куда ты спешишь? А парыщ, мезами, а парыщ. – Отлично. Стас, слава Украине! – Героям слава. – И живей Беларусь. И давай запоздало поздравим прекрасного и храброго шамана Сашу Габышева. Это по твоей части, он с шаманом тоже с вашей стороны. А у него вчера был день рождения, лучше поздно, чем никогда. – Да, и специально Александру Габышеву посвящается один из моих любимых анекдотов, он еврейский и про Чукчу одновременно, о том, как Чукча сидит. Он прекрасно живописует нынешнюю политику, миролюбивую внешнюю и оборонную политику Российской Федерации и поведение Владимира Путина, сидит Чукча на суку и пилит его. Проходит мимо Робиновича и говорит, Чукча, ты же сейчас упадешь. Чукча не обращает на это внимания, продолжает пилить сук, сук обламывается, Чукча падает, кряхтя и, трясясь от боли, смотрит вслед уходящему Робиновичу, протягивает руку и говорит, шаман. – Да, да. Счастливо, Стасик. – Всем привет.